Сегодня мы приготовим вкуснейший немецкий картофельный салат. Сейчас Настя вам покажет, какие ингредиенты потребуются для этого немецкого салата. Итак, что же нам потребуется для нашего немецкого салата. Конечно же, картофель. У нас его много, 8 штук. Будем очищем его и будем нарезать. Дальше. Огурчики маринованные, немецкие огурчики, баночку. Будем использовать тоже все. Дальше. Лук. У нас два красных такие лучка. Я разрезала уже на половинку, вымола, помыла все аккуратненько. Будем резать. Дальше. Мариновать. Мариновать, да. Майонезик вот такой купили в Альде. Соль понадобится нам. Оцид, уксус и сахар. Я уже подготовила ложечку. Сейчас более подробнее будем показывать, как же мы его будем готовить. Очень вообще простой салат из таких более-менее бюджетных продуктов без мяса. Ну, честно, сюда и мяса никакое не надо. Он и так будет вкусным. Сейчас Настя будет мариновать лучок. Так, потому что лук это фишка этого салата. Маринованный лук. Именно красный лук. Опять, Боже, вспоминаю. Крымский лук, Настя. Какой он? Настя в Крыму не была, к сожалению, но скоро будет. Надеюсь, что скоро. Какой же вкусный крымский лук. Он сладкий. Просто покупали, да? А я вот именно в Крыму ела. Я его не забуду вообще никогда. Так. Можно еще наполовинку нарезать, как вы хотите. Смотрите. Но главное, тоненько. Тоненько, да. Вот. Такие. И так белуковицы нарежем и включимся. Все, ребята. Да, я нарезала. Дальше. Что я делаю дальше? Я беру одну большую столовую ложку сахара. Вот. Насыпаю вот так. Целую. Дальше. Теперь маленькую чайную ложечку соли. Можно, главное, не забуду. Скоро у нас будет лампа, и я буду нормально снимать. А сейчас я просто с фонариком. Вот. Все. Тоже рассыпаем. Все. Сахар, соль насыпали. Теперь нам понадобится ложечка уксуса. Без уксуса никуда. Немцы уксус добавляют в бежде. Можно даже две. Я тоже, честно, люблю уксус. Когда его... Две ложечки. Когда он уместен, знаете. Когда не перебор, а вот он реально уместен в каком-то, там, я не знаю, блюде. Да. Все. Хватит точно лука. Ой, лука, уксус. Ну, хочешь еще кислинки? Давай чуть-чуть. Чуть-чуть. Опа, я боюсь. Все. А ты кипятком уже не заливаешь, да? И кипятком нет. Буду. Чуть-чуть. Сейчас я покажу. Все. Все. Две ложечки уксус. У нас просто 9-ти процентный уксус. Есть покрельче уксус, как я знаю. И теперь я заливаю это все кипяточком. Все. И сейчас быстренько перемешаю. В смысле, Настя? Что? А ты что, это не тот, как надо настояться ему? Да. Сейчас все перемешаю. Пленкой заверну и поставлю на 20 минут мариновать его. У меня просто другой, я знаю, рецепт мариновать. Я сколько слышала и смотрела, его именно так маринуют. Ну, сейчас попробуем. Можно даже сейчас попробовать, но он же же останется. Немало-то кипятка, ничего еще не надо. Еще надо больше? Ну, давай. Ладно, все, делай, делай. Давай добавим. Сейчас я попробую. Только, чтобы ушла горечь с лука, вообще-то. Ну, я знаю. Ну, давай еще чуть-чуть. Все равно что-то стоит. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я залила весь? Нет. Так, ребята, я немножечко ошиблась. Ничего страшного. Оказывается, нужно просто залить весь лук кипятком. А я почему-то думала, что не весь лук надо. Вот так заливаем какие-то точкам. Все. И сейчас пленочку упаковываем и ставим мариноваться на 20 минут. С ложечкой так. Все. Так, ребята, все. Я почистила картофель. Будем нарезать, значит, картофель лук. Ой, лук он. Кубиками будем нарезать. Так, сейчас я разрежу. Пока лук он может. Покажу новый картофель. Одну часть. Так, вот. Я немножко, может, переварила тоже. Ты сюда перевариваешь картошку. Можно побольше. Вообще этот салат, кстати говоря, как наша знакомая делает. Крупными туда идут. Ну, вот. Ну, давай покрупнее. Вот. Я делаю вот такие средние, небольшие прям. А вы делайте на свое усмотрение. Любите покрупнее картошечку? Режьте покрупнее картошечку огурцы. Любите поменьше? Режьте поменьше. Все логично, короче. В общем, все. Вот так вот просто кубиками всю картошечку нарезаем. И все. Так, ребята, все. Я картофель нарезала. Теперь будем нарезать огурчик. Вот такой у нас огурчик. Маленький. Ну, как он шла. Я на половинку его разрезала. И теперь я режу вот так. Я думаю, видите, я думаю, там пить на галине. Можно покрупнее. У кого какие огурцы будут. У нас получается вот такие. Субанку, да, будем использовать? Да, субанку используем, да. Все, нарезаем. Так, все. У нас постоял, значит, лучок. Огурчики я уже нарезала, добавила к картофелю. Сейчас я беру. Ручки помыли. И теперь лучок. Так, лис. Посыпаем. Не мало лука, кстати? Не, не, не. Да я думаю, нормально. Ну, что мало? Все прям мало. Ну, можно еще. Ладно, не надо. Если ты хотела бы. Все. Теперь мы что делаем? Солим на свой вкус. И не надо переживать, что там. Нельзя его долго в холодильнике хранить из-за того, что масса пропадет. И перчик. Правильно я говорю? Конечно, да. Без масса отличный салат. Знаю, что много перчаток, кстати, этот салат. Все. И теперь много-много майонеза. Знаю, что немцы любят в этом салате, чтобы побольше майонеза было. Как я слышала, видела. Вот так. Сейчас будем мешать. Чуть-чуть будем еще добавлять потом, да. Сейчас это все перемешаем сначала. Подрила, кстати, нам такую ложечку Людмилы. Да, она такая здоровая. Прикольные ложки мне не понравились. И она подходит под салат. Ну, помешать. Вот что мне не нравится, так это то, что в Германии густой майонез. Да. Он очень густой. У нас он совершенно другой. Если бы можно было такой, как у нас, то было бы еще лучше. Да, смесь надо перемешать. Вот картофель внизу. Но это не в обиду жителям Германии ни в коем случае. Просто, ну, правда, майонез очень густой. Густой, да. Тяжело. Вот я даже, типа, верю. Аккуратно, Вася. Так кастрюлю скоро вообще не будет. Я ставлю свою ложку. Хочешь еще добавлять? Ну, мне надо. Чуть-чуть. Капельку, мне кажется. Капельку. Вообще не надо, но я капельку добавлю. Ну, все. Салатик готов. Да, все. Давай, Настя, просто насыпь, продегустируем. Восьмой. Вот так. С бачком. А мне в нем не дала. Ты что, ну... В смысле, ты что, есть собралась? Нет. Дегустировать тебе. Чуть-чуть и мне попробовать, чтобы понять. Вот, вилочка, пушину. И нет. Я не брезаю тебя, поэтому могу спокойно есть. Короче. А так бери, насыпай Аню. Лука много взяла. Ну, ничего страшного. Густой майонез. Я даже видела, как ты ешь. Соль надо? Нет. Вкусно, но ему надо охладить. Ну, в целом, салат вкусный. Скажи. Вообще, замечательно или нет? Нет, правда, очень вкусно. Лук не горький. Просто шикарный лук. Огурцы, кстати, мы взяли хорошие. Покажи вам. Да, вот, вот эти валили. Хорошие. Кстати, в этот раз они хорошие. Корнишон, да. Сейчас еще. А без лука, может, попробуй. Вкусно, хоть хорошо. Хорошо. Да, я попробую. Отлично. Нужно, правда. То, как и было. Даже лучше. Вкусно, реально. Главная фишка, ребята, запомните, это замариновать лук. Он не горький, шикарный вообще. Да, он не горький, он постоял вот хорошо, идеально. И охладить этот салатик холодненький вообще идеально. Да, вот, охладить и будет просто нереально. И понимаете, кислинка, огурчики кисленькие, плюс еще лук мариновался. Да, кислинка вообще шикарный салат. Поэтому фишка этого салата. Просто реально рекомендуем. Готовьте, правда, не пожалеете. Минимум продуктов. Никакого мяса не надо покупать. Колбасу никакую не надо. Просто минимальные продукты, которые вообще в свободном доступе. Бюджетный и вкусный салат. Реально рекомендую. Я в шоке. Все, ребята, запоминаем рецепт. Тот, кто еще, может, не слышал о таком салате. Картофельный немецкий салат. Так что готовьте и всем приятного аппетита. Надо его сейчас охладить, сейчас будем кушать. Продолжение следует...